Сегодня депутаты Госсовета Чувашии вновь рассмотрели главный финансовый документ. Бюджет республики на 2014 и плановый период до 2016 года. После первого чтения документ был отправлен на доработку. А сегодня депутаты обсудили законопроект уже с учетом поправок. Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят свыше 32 миллиардов 400 миллионов рублей. Они будут меньше, чем в этом. Сказывается сложная ситуация в экономике. Сжимаются и расходы. Но по-прежнему львиная доля трат предусмотрена на социокультурную сферу. Бюджет снова у нас социальный. Главное здравоохранение и образование, если в целом взять, более 50%. Незабытый и строительство. Ясное дело, есть много. Во всех отраслях есть нерешенные вопросы. Прежде всего, мне представляется, мы должны сделать упор на инвестиционную привлекательность. И хочется отметить, что незабытая инвестиционная политика в области здравоохранения, а конкретно это строительство хирургического корпуса, онкологического диспансера, который крайне необходим, конечно, для нашей республики. Это те феверско-акушевские пункты, которые открываются на селе. И первые пункты были открыты в этом году, новые. Я думаю, что население уже конкретно почувствовало разницу той материально-технической базы, которая есть в современных ФАПах. И, безусловно, оценила приоритеты этой политики. Ну и, конечно же, в планах строительства многофункциональной поликлиники в городе, в центральной части, которую мы тоже неоднократно обсуждали. Крайне нужный проект для жителей города. Поэтому призываю вас, уважаемые коллеги, поддержать бюджет в том варианте, который есть. Деньги на развитие сельского хозяйства также заложены в бюджете, но меньше, чем в этом году. Однако агрария все-таки рассчитывает на большее. На вся изменения по полугодию и по итогам 9 месяцев увеличили бюджет до чуть больше даже 800 миллионов рублей. Конечно, кроме этого, в этом бюджете нет средств федерального бюджета, которые будут распределяться в январе-феврале будущего года. И надеемся, что, проведя мы определенную работу, получим дополнительные средства не меньше, чем в этом году на развитие сельскохозяйства. Со стороны России помощь сельскому хозяйству должна быть увеличена. Мы по этому вопросу в Государственной Думе не раз поднимали вопрос, и хотим выйти в Государственную Думу с предложением, чтобы эта помощь была увеличена. Это по сравнению с соседними некоторыми государствами. Казахстан, например, Украина, Белоруссия. Там намного больше выделяется. Законопроект вызвал критику оппозицию. Против выступили справедливоросы и коммунисты. Да, бюджет социально направленный, если смотреть по количеству, по доле расходов на социальные нужды. Но является ли этот критерий показателем того, что хороший бюджет или нехороший? Нет, конечно. Давайте говорить и смотреть правде в глаза. Никаких прорывных проектов, никаких прорывных решений в социальной сфере мы не предлагаем. К сожалению. Вина республики или вина федерального центра – другой вопрос. Прохождение законопроекта в госсовете обеспечили единороссы. Большинством голосов главный финансовый документ на 2014, 2015 и 2016 годы был принят. Ольга Григорьева, Олесия Русакова, Андрей Шоклев, Республика.